В синий угол, добро пожаловать, боец из Латвии, Андрей Зоззуля! Итак, дорогие друзья, на ваших экранах снова открытый чемпионат по профессиональным смешанным единоборствам Гран-при Беркут. Новая ММА Лига, которая называется Absolute Championship. Беркут, рада вас приветствовать. Ну и, разумеется, ЧГТРК Грозный постоянно держит вас в курсе всех боев, начиная с одной восьмой финала. Весовая категория до 93 килограммов, представитель Латвии. Он протоколен, значится, как Андрей Зозуля, но я думаю, что на Андрея Зозуля он тоже обижаться не будет. Ну, такой русскоязычный вариант вот такого, ну, полу-латвийского имени. Ну, а хотя, наверное, все-таки без уважения к тюриному государству будем называть все-таки этого бойца Андрея Зозуля. Вот он уже на ринге. 20 боев в ММА, но 11 поражений. Красный угол ринга, приглашается его соперник, боец из Республики Беларусь. Встречайте! Игорь Литочик! Да, ну, тоже такой принципиальный поединок, как между Чечнёй и Дагестаном, да, дорогие друзья. Также Беларусь сейчас против Литвы. Игорь Литочик выйдет в октагон против Андрея Зозули. И у Литочика один бой всего в ММА. Ну, и, в общем-то, был этот бой победным. Бедным! Игорь Литочик! Вот пока не пускают Игоря Литочика у нас в октагон. Ну, наверное, что-то вот с перчатками. Не первый раз у нас уже на этом турнире. Один раз, я помню, меняли бойцу перчатки на, как говорится, более правильные. Ну, или, может быть, просто красной ленты не было на перчатках у Игоря Литочика. Ну, теперь всё в порядке. Вот он красный угол, вот он синий угол. Итак, бойцы девятого боя нашего бойцовского вечера. Боец в синем углу. Чемпион Европы по ММА. 30 лет, рост 185 сантиметров. Вес 92,2. Профессиональный рекорд ММА. 25 боёв, 11 побед и 14 поражений. Из Латвии по прозвищу Камакура Андрей Зозуля. Боец в красном углу. Чемпион Республики Беларусь по ММА. 26 лет, рост 185 сантиметров. Вес 92,5. Профессиональный рекорд ММА. Три боя, одна победа и два поражения. Представляющий клуб в рестлинг стайл. Республика Беларусь. Игорь Литочи. На середину, бойцы. Ну, что, вот здесь, в Чеченской Республике. Противостояние Беларуси и Литвы. Литошик против Андрей Зазули. Будем всё-таки произносить эту фамилию с более привычным, что ли, акцентом. Ну, и посмотрим. Вот такой международный бой. Посмотрим, за кого будет болеть зал. Ну, наверное, за того, кто будет активнее в борьбе, в бою. Ну, смотри, уже начали вести борьбу в стойке. Я думаю, что для Андрейса Зазули вот борьба в стойке всё-таки привычнее. И что касается его соперника, то вот стремится к тому, чтобы перевести борьбу в партер Игорь Литочек. Ну, борьба уже, в общем-то, в партере. Но сверху у нас оказался сейчас Зазуля. Но, может быть, на это есть у Литошика болевые удушающие приёмы. Ну, что, болевой на руку пошёл? Или нет? Вот, левым молотом бей. Последовал совет от секунданта. И сразу вот левым молотом стал бить у нас Андрейс Зазуля. Пока всё-таки он немножечко активнее в партере, хотя вот именно на этой позиции настаивал Игорь Литочек из Белоруссии. Левой рукой в корпус. Даже я слышу эти советы. Но левую руку, в общем-то, нужно ещё освободить Андрейсу Зазуля, чтобы нанести удары в корпус, как советует ему секундант. Ну, что, вот сверху уже оказался сейчас у нас Игорь Литочек. И вот в стойке пытается вот так в прыжке нанести удар. Я помню, что вот такой приём-то у нас принёс весовой категории до 84 килограммов. Что, всё! Вот пока я делал такой экспресс-анализ ситуации в октагоне, Игорь Литочек уже успел победить своего соперника Андрейса Зазулю. Вот так вот, достаточно быстро. Это парень, у которого всего-навсего, ну, по разным версиям от одного до трёх боёв в ММА. Напомню, что у Андрейса Зазуля этих боёв гораздо больше, чем у представителя Беларуси. Но вот не всегда опыт берёт верх над настырностью, настойчивостью и боевитостью. Итак, в этом бою на первой минуте 48 секунды первого раунда удушающим приёмом победил боец в красном углу Игорь Литочек, Республика Беларусь. Ну вот, наверное, поэтому Игорь Литочек и пытался перевести борьбу в партер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!